Я представляю здесь Генеральное консульство Российской Федерации и в преддверии вот этого важного сегодняшнего события хочу сказать несколько приветственных слов. Ну, конечно, ни в этой аудитории, ни в какой другой русский язык не нуждается в специальном представлении, потому что всем известно, что на русском именно языке созданы выдающиеся произведения научной, художественной мысли. Русский язык — это язык многих международных организаций, рабочий язык. Русский язык — это язык межнационального общения, особенно для более чем 140 народов, живших некогда в Советском Союзе. И, наконец, русский язык — это родной язык для большинства из нас, для большинства жителей Нарвы и Северо-Востока. Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына создан в 1995 году правительством Москвы, русским парижским издательством «Инка Пресс» и русским общественным фондом Александра Солженицына. За 16 лет своего существования дома превратился в уникальный комплекс, формирующий фонд памятников духовной и материальной культуры русской эмиграции, сочетающий в себе функции архива, музея, библиотеки, научно-исследовательского, информационно-издательского и культурно-просветительского центра. Его основная деятельность посвящена историческому феномену русского зарубежья, а также укреплению связей с соотечественниками за пределами России. С момента своего создания Дом русского зарубежья осуществляет программу книжной помощи библиотекам факультетов отделений русского языка, русским культурным центрам в странах дальнего и ближнего зарубежья, организациям соотечественников, а также библиотекам городов. ...светящимся мостом, соединяющим историю эмиграции нашей Родины. И эти его слова определили основную задачу, миссию дома. И вот уже 16 лет Дом является этим самым мостом, который соединяет зарубежную Россию и Россию. Сегодняшняя книжная выставка, шестая выставка в Эстонии. И мы очень рады передать наш книжный дар на русскому классу русского языка, Эстонской ассоциации преподавателей русского языка и литературы. И надеемся, что он будет востребован учителями и студентами на занятиях и будет помощником в процессе изучения русского языка. На сегодняшней экспозиции представлено более 200 книг, выпущенных в рамках издательских программ правительства Москвы. Это книги по истории России, истории Москвы, книги о Великой Отечественной войне, об известных писателях и поэтах, о мастерах театра и кино, спортсменах, общественных деятелях. Есть книги для юношества и детей, а также книги о культурном и историческом наследии русского зарубежья, выпущенные издательством Москвы. За годы существования программы книжной помощи выработалась добрая церемония передачи книжных выставок, организуются встречи с писателями, поэтами, учеными, проводятся круглые столы, лекции. И сегодняшняя книжная выставка в Нарвской библиотеке не исключение. По приглашению Дома русского зарубежья в открытии выставки принимает участие главный редактор журнала «Юность» поэта Малерий Тудырев. Называется «Гумны». Там упоминаются два цикла Тихонова. Помните, два цикла Николая Тихонова, замечательного нашего поэта, тоже с такой судьбой. Циклы называются «Арда и Брага». Вот там они упоминаются. Циклы называются «Гумны». Если творенья не пахнут степью, выброси их в окно. Новые гумны родятся с целью выбросить все равно. Если в рождении твоем виноваты ливень, полынь, репье, скоро тебя подберут сарматы, они же дадут копье. Ух, к земле, и поверишь силе, из-за уральских гор слышно в пургу жеребца Атильи, вывели на простор. Русич, о вещам забудь Олеги и раздави змею. Счастье найдешь в кочевом ночлеге, гибель найдешь в бою. Зарос, зачах небосклон, задымлен, вьют конюки круги. Нам ли с тобой дожидаться, римлян, кровью платить долги? Станем без гимна, пойдем без флага, и затрещат миры. Наше ученье орда и брага, наши дары остры. Диким поверьем былиной станем, древко зажав в горсти. Чернее кошки, нежнее лани, бег изгнанных шелкового пути. И последнее, что я вам прочитаю, другого плана стихотворения, с таким простым. Бывает, метель закрутит, сидишь за чайком в тепле. Думаешь, где-то люди по снежной придут к земле. Бывает, метель закрутит по снежной. Придешь к земле, думаешь, где-то люди сидят за чайком в тепле. Вот такие стихи. АПЛОДИСМЕНТЫ БАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБАЛЬБ